Здравствуйте! Вы смотрите программу Грядки в порядке в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте! Сегодня в нашей студии гемантус. Наталья Викторовна, этот цветок далеко не частый гость на подоконниках наших телезрителей. Да, у нас сегодня гемантус, причем цветущий. Мы как-то о нем делали программу, но сейчас у нас зацвел, и я просто не удержалась, чтобы снова не принести его в студию и не показать вам живьем, как цветет этот, ну, сказать красавец, как-то язык не поворачивается, но тем не менее, очень оригинальный цветок. Вы правы, он редкий гость у наших цветоводов на подоконнике, даже редкий гость в магазинах, но у нас в редакции есть. И чем он хорош? Тем, что все-таки он, даже когда не цветет, он продолжает нас радовать приятной листвой. И он вечно зеленый. Он постоянно дает вот эту такую красивую зеленую окраску листьев и очень хорошо вписывается в декор вашей квартиры, пишется на подоконнике, хорошо смотрится, даже не цветущий. Он родом из тропических районов Африки и относится к семейству луковичных. И очень похож на гипиаструмы, аморилисы, тем, что у него есть луковица и форма своих листьев. Но на этом, наверное, его сходство и заканчивается, потому что аморилисы, гипиаструмы, они, в принципе, сложное растение в уходе, потому что им нужен обязательный период покоя. Они теряют, после выгонки теряют свою листву после цветения, им нужно где-то держать их в помещении прохладном, ухаживать очень минимально, потом узнать, когда его доставать, продолжать кормить. Этот цветок очень многие цветоводы сравнивают с суккулентом, а суккуленты или кактусы, вы сами знаете, какого требует ухода, ухода минимального. Поэтому вот сходство с аморилисом и заканчивается, но цветок действительно очень красивый. Я думаю, что даже не цветущий, он украсит любой подоконник, любую квартиру. Чем привлекательен гемантус? Ну, наверное, своими листьями, потому что листья у него все время, круглый год, и листья довольно приятные, длинные, удлиненные такой формы, где-то 25-30 сантиметров, шириной около 10 сантиметров, приглушенные зеленые окраски и немножко шероховатые. И, наверное, немногие знают это название гемантус, оно не на слуху. Чаще всего этот цветок называют или слоновье уха, или оленьий язык. Я думаю, что вот эти названия, они ему больше подходят, потому что действительно напоминают по форме и оленьий язык, и слоновье ухо. Так его называют в простонародье. И он немножечко шероховатый, то же самое, что жесткие листья у него плотные, и они образуют такую розетку, которая все время стоит вот так вверх. Но когда листья стареют, они немножечко начинают наклоняться. И венчает вот эту розетку листьев цветок. Он находится на большом, крупном, таком высоком цветоносе. Цветок у нас, в данном случае гемантус белый цветковый. Цветок состоит из белых тонких лепестков и длинных тычинок, которые заканчиваются желтыми пыльниками. И вот эти пыльники иногда издают не очень такой приятный запах. Обычно цветы всегда как-то приятно пахнут, их хочется понюхать. Но наш гемантус, он практически без запаха. Я уже принюхивалась, оценивала его аромат. Он практически без запаха. И цветок у него очень оригинальный и достаточно необычный и красивый. И когда цветок заканчивает свое цветение, завязываются плоды. Такие небольшие красные коробочки, и там вызревают семена. Как правило, цветет гемантус в конце лета. Цветет достаточно долго, где-то 2-3 месяца. Заканчивается цветение, образуются вот эти ягодки у него с семенами. Семена можно использовать дальше для размножения. А цветок уходит как бы в период покоя. Но он растет как роз, стоит на том же месте у вас на окне, ничего не требуя. Оставляя свои листочки, просто немножечко отдыхает до следующего года. Наталья Викторовна, как правильно ухаживать за гемантусом? Нетребовательный совершенно. Но коли он выходец из Африки, то, конечно, любит свет. Свет любит рассеянные, непрямые солнечные лучи. Поэтому лучшее место для него западные и восточные окна. А если он будет стоять на южном окне, то часто получаются ожоги солнечные. Вот, казалось бы, такой лист плотный, мощный. И, оказывается, на самом деле нежный. Солнце может вызывать на нем ожоги. К комнатным условиям температура совершенно не предъявляет никаких повышенных требований. Обычная комнатная температура 20-22 градуса для него самая оптимальная. Но зимой, вот после цветения, когда он отдыхает, нужно немножечко температуру уменьшить. Можете поставить его на окно, прямо прислонить практически к окну, чтобы немножко температура была поменьше. Если этого не делать, если он будет стоять в комнате где-то 20-25, зимой-то ведь у нас в квартирах жарко, то тогда затягивается у него период цветения. Поэтому зимой немножечко температуру снижаем. Поливы обычные, отстоявшейся водой. Как всегда мы поливаем комнатные цветы. Раз он типа суккулента, значит поливаем его редко. Раз в неделю, раз в 10 дней. Ждем, когда подсохнет верхний слой почвы. Не любит переливы, лучше его не дополить, чем перелить. Потому что может загнивать луковица. Полили свой гемантус, через 10-15 минут воду из поддона слить. И дальше 10-15 дней он может стоять без полива совершенно, совершенно спокойно. К влажности воздуха тоже никаких претензий. Не нужно опрыскать из пульверизатора. Единственное, можете взять салфетку раз в месяц и протереть листочки, чтобы они были более привлекательными, чтобы не накапливалась на них пыль. Кормим тоже редко. Кормим весной, когда он трогается в рост, как бы просыпается после периода покоя. Раз в месяц, не чаще. И все. Вот такой несложный, совершенно не капризный цветок. Наталья Викторовна, как часто необходимо пересаживать гемантус и можно ли его размножить? Очень легко пересаживать и еще проще размножать. Пересаживаем мы его, как правило, раз в 2-3 года. Не ежегодно, как некоторые цветы. Вот он растет у вас. Вы видите, что немножечко грунт уплотнился. Можете между пересадкой немножко собрать верхний слой и подсыпать более питательного. А когда надумали пересаживать, нужно купить обычную почву, обычный грунт для цветущих цветов. А можно самому приготовить. Берете дерновую почву, торф, песок, золу в равных количествах. Насыпаете обязательно дренаж, потому что дренаж должен быть такой хороший слой, где-то сантиметров 5, чтобы не застаивалась вода. И насыпаете питательный грунт. Горшок берем немножко побольше, чем у нас был предыдущий горшок. И лучше взять широкий, а не высокий, потому что луковица растет у него больше вширь. Сажаем, достаем аккуратно луковицу гемантуса, того, который мы хотим пересадить. Помещаем, отделяем детки, потому что у него, как правило, в земле уже дочерние луковички. Аккуратно с комом земли, стараясь не повредить нежные корешки на луковицах. Вот пересаживаем аккуратно, потому что если оборвать корешки с луковицы, он будет долго болеть и долго не будет свистеть. Сажаем, чтобы не заглублять луковицу на одну треть, оставляем ее на поверхности почвы. Присыпали почву и полили, вот вам и вся пересадка. А размножать его очень просто. Но я говорила, что когда он отцветает, у него образуются семена, коробочки с семенами, вот здесь, вместо цветка. Берете семена, только свежие. И можете высыпать плошку на грунт, и они дадут сходы. И можно дальше его сажать тогда в горшок. Можно размножать, вот как вы здесь вытаскиваете, дочерние луковички маленькие отрываете, и пересаживаете. Луковицами можно размножать. А можно размножать вот такими листовыми черенками. Вот я специально отрезала вот такой лист практически у самого основания. Его подсушиваете день-два. Можно его половинку обрезать, потому что он очень большой. И его сажаете в плошку с торфом и песком. И через несколько дней он дает корешки и маленькие мелкие луковички, которые тоже высаживаете в грунт и размножаете таким образом гемантус. Подвержен ли гемантус болезням и вредителям? Вы знаете, мало поражается и вредителям, и болезнями. Наверное, потому что не каждому вредителю такие прочные, плотные листья по зубам. Но тем не менее, может поражаться и щитовкой. Может, она его очень любит. Но щитовку удалить очень просто. Вы смотрите, осматриваете свои листочки. Появилась где-то щитовка. Аккуратно ее убрали. Листочки можно помыть. Может быть, паутинный клещ. Ну, это сразу видно. Паутинка небольшая появилась. То же самое. Помыли его, счистили, протерли. Ну, можно фитовермом обработать. Как мы всегда говорим, фитоверм наш помощник в борьбе с вредителями комнатных цветов. А из болезней бывает загнивание луковиц. Но это от того, что часто переливаете. А этого он не любит гемантус. И если луковица загнила, тут уже, конечно, ничем ему не поможешь. Так что, как видите, гемантус совершенно нетребовательный, некапризный. И если соблюдать вот эти все условия его выращивания, то он и будет цвести. А даже когда не цветет, будет радовать вот такой приятный зеленого цвета розеткой листьев. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова